Всем привет! Вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир. Ребят, сегодня 26 мая и рад сообщить вам очень интересную информацию. Для меня она действительно интересная и для меня она радостная. Наконец-то Яндекс хоть чуть-чуть прислушивается к мнению водителей. Короче, поступила инфа, непроверенная, от одного из водителей. О том, что он увидел рейтинг пассажира в бизнес-классе. Напомню, во всех тарифах до бизнеса рейтинг пассажира виден. И водитель может принять решение везти пассажира или не везти, пострадать там в активности или нет. Если это долгая поездка вообще, без каких-то последствий для себя, отказаться, не рисковать, не брать пассажира, которому многие водители ставят низкую оценку. То есть, который либо ведет себя как-то некорректно, либо там у него проблемы с оплатой, либо он не умеет пользоваться приложением и неверно ставит координаты. То есть, допускает какие-то нарушения стандартов сервиса, может не пристегивается, может пытается ребенка провести, собаку, там, чего угодно. То есть, любые нарушения водители обычно оценивают с помощью рейтинга пассажира. И во всех тарифах до бизнеса водители видят этот рейтинг и, соответственно, на основе этого рейтинга могут предположить, не факт, что это плохая поездка. То есть, я неоднократно сталкивался с тем, что пассажир с низким рейтингом вел себя абсолютно адекватно. Ну, там как бы два варианта, либо это потому, что он сегодня трезвый, как вариант, как один из вариантов, либо потому, что он уже задумался над своим рейтингом и пытается исправляться. Но, начиная с тарифа бизнес, водители видели рейтинг пассажира только в одном случае, если это была опция, ну, то есть, тариф водителя. По тарифу трезвый водитель мы видели всегда рейтинг пассажира и могли, ну, как бы, предполагать риски, потому что тариф водителя – это уже заведомо рисковая процедура. То есть, вы заведомо едете к пассажиру, который известно, что уже не трезвый. Соответственно, вести такого пассажира, если ему ставят низкие оценки, это рискованно, ну, вплоть до риска жизни и здоровью. Вот, поэтому, если нам поступал такой заказ от пассажира с низким рейтингом, ну, я, допустим, просто не брал. Зачем мне этот цирк и так далее. А когда, допустим, днем обычный заказ по К+, и мне попадался пассажир с низким рейтингом, я иногда брал такие заказы, ну, понятное дело, что для контента, да, то есть, я, допустим, имея у себя рейтинг 5.0, понимаю, что этот пассажир, даже если поставит мне низкую оценку, потому что он какой-то там, ну, неадекватный, да, вот, то я не особо чем-то рискую, потому что, ну, упадет она у меня до 4, там, 90, 948. Один день я там на 2 балла потеряю, для меня это, ну, не принципиально. Потом я прекрасно знаю, как восстанавливать рейтинг. Но, если у меня у самого уже рейтинг там 4,98, допустим, вот, то я уже подумаю, брать мне такого пассажира или нет. Ну, и уж точно тариф водителя я, в принципе, отключу и буду возить чисто бизнес. Так вот, инфа пришла от водителя тарифа бизнес, что он увидел низкую оценку пассажира, то есть, оценка была 4, по-моему, 95, он сказал. Вот, я не знаю, насколько это низкая оценка, я не знаю, на каком уровне начинается показ оценок, ну, показ рейтинга пассажира, но инфа была такая, что если у пассажира рейтинг низкий, то теперь водители линейки Ultima смогут это видеть. За что огромное спасибо Яндексу, но инфа не проверенная, вот, и поэтому связались мы с поддержкой, и в поддержке нам сказали, что да, действительно, сейчас уже некоторые водители видят низкий рейтинг пассажиров, и что в одном из следующих обновлений это придет для всех остальных водителей. Поэтому, ребята, поздравляю, все-таки есть в нашей работе позитив. Как говорится, хочешь сделать человеку хорошо, сначала сделай его жизнь невыносимой, а потом сделай все как было. Ну, собственно, так оно и получается. Так что, скоро будем видеть оценки пассажиров. Всем удачи!